Согласно данным, общая площадь приусадебных участков 141 404 домов в Новоийской области равна 11 923 гектарам. Цифра внушительная. Грамотное использование этих земельных угодий в основе дальнейшего повышения уровня благосостояния населения. Главное – правильно воспользоваться имеющимися возможностями. Общественная группа изучила реальное состояние дел в ряде районов региона. К примеру, владельцы приусадебных участков от Ирчинского района располагают 6679 гектарами площадей. Многие из них имеют солидный опыт в выращивании сельхозкультур. В частности, в Хархот Аслонов из Махали Богошамол, освоив заброшенные 4 сотки, построил теплицу. Ежегодно поднимает по 4 урожая. Посаженная в декабре прошлого года картошка совсем скоро будет реализовываться на рынке. К сожалению, встречаются факты совершенно противоположного характера. Взять хотя бы некоторые дома в Махале Худдон. Один из жителей сетует на отсутствие работы, а ведь имеет немалую площадь, используя которую мог бы получать хорошие доходы. То есть нужно работать. Земля так и лежит, необработанная после прошлогодней кукурузы. Говорит, что нет времени. На самом деле необходимо немного внимания и усердия, чтобы земля цвела. Участок занят клевером. Хотим вспахать землю и посадить картошку. Следующий адрес – Махалинский сход граждан Уйрот, Карманинского района. Здесь не только из года в год повышают урожайность различных агрокультур, но и развивают другие направления. Побед Кенджаевс часть своего присадебного участка отвел для разведения интенсивным способом рыб. В теплице растут саженцы цветов и овощей. А Эльмурот Кенджаев специализируется на саженцах фруктовых и декоративных деревьев, пользующихся большим спросом на рынке. Также растут циструсовые цветы. В прошлом году участок принес 50 миллионов сумм дохода. Добавили дополнительно полторы сотки. И еще на шести сотках организовали цеплицу. Выращиваем лимоны, мандарины, бананы. Цитрусовые уже дали первые плоды. От реализации саженцев получаем хорошие доходы. Немало знающих толк в земледелии соотечественников и в селении Джалуир. Махсут Нуримов из Махали-Арабхона вот уже седьмой год получает хорошую прибыль, выращивая в цеплице томаты, огурцы и менее эффективно использует свой участок и Раибулла Саидов, который старается внедрять в практику самые передовые методы. Несколько лет занимаемся выращиванием агрокультур. Животноводством, птицеводством приобрели три новых автомобиля. Смогли купить дом, еще один построить. Троих дочерей выдали замуж, женили сына. Все хорошо благодаря прибыли, которую дает труд на земле. На своем собственном опыте знают, что можно два раза в год посадить редиску и огурцы. Получить тем самым четыре урожая. Земля не пустует, поэтому удобряем ее постоянно. Члены общественной группы также посетили дома и в Набахорском районе области. В прошлом году в селении Хахрамон, Махали и Альтаработ на основе программы «Оботхшлок» возведен целый ряд новых объектов, как, например, детский садик, здание махалинского схода граждан, амфитеатр. Обновили улицы, приборы, ночного освещения. Созданы благоприятные условия для населения. Тем не менее, налицо пробелы в использовании участков, а их в общей сложности 91 гектар. Вот и Таир Исмаилов так и не вспахал землю. Она не обработана, так и осталась нетронутой после прошлогоднего урожая. С ним провели беседу. Дом Наргизы Хамидовой, у которой трое детей, недавно при содействии руководителя третьего сектора был отремонтирован. Семью, потерявшую кормильца, часто навещают активисты махали, односельчане. Но плодородная земля так и не используется, мягко говоря, с максимальной пользой. Ей дали необходимые рекомендации в этом отношении. В этом дворе мы увидели, что участок не благоустроен, не готов к севу. 20-летний сын хозяйки находится за рубежом на заработках. Провели беседу, также помогли вспахать землю. Рейос Абдуназаров старается воспользоваться каждым метром своей площади. На ней растет чеснок. За счет банковского кредита построил теплицу, где скоро посадят саженцы агрокультур. Они также выращиваются на участке. А это уже селение Шодебек, Махалинского схода граждан Шуртепа, Канемехского района, где владельцы 520 домов располагают 70 гектарами приусадебных участков. Вот эта дополнительная площадь принадлежит проживающему в 9-м доме Умиду Бозорову. Он вроде забыл, что пахотные работы выполняются обычно осенью, чтобы земля отдохнула, набралась сил. Его не оказалось дома. Здесь также провели разъяснительную работу. Ахрамон Розумурадов известен односельчанам как опытный дыханин. Его 8 соток ежегодно дают неплохие доходы. Также есть виноградник. Тем не менее, дополнительно выделенные ему 17 соток почему-то так и не подготовлены к весеннему севу. Везде остатки прошлогодней кукурузы. Совершенно иная картина в доме фархода Рахимова из Махали-Кулулулон, Козелцепинского района. Кстати, в прошлом году он занял первое место в республиканском конкурсе как самый лучший владелец приусадебного участка. Не пустует ни один клочок земли в 12 соток. В двух цеплицах растут цитрусовые. Также ежегодно выращиваются до 70 тысяч саженцев, помидоров, болгарского перца, баклажана. Организована общественная группа, которая изучает, анализирует реальное состояние дел на местах и оказывает содействие населению в вопросе эффективного использования приусадебных участков. При необходимости из фонда, при кингаже, фермерских, дыхканских хозяйств и владельцев приусадебных участков выделяются финансовые средства. В частности, в прошлом году в 232 дома было направлено льготных кредитов на 4,5 миллиарда сумм. Нуждающимся в поддержке доставляются семена саженцы агрокультур. Например, в Карманинском районе руководители местной администрации, организации и предприятий каждое утро обходят 10-12 домов, оказывают содействие в решении имеющихся проблем. Принято обращение областного хакима, которое доводится до населения. А кто впредь будет оставлять землю пустующей, то налог на нее возрастет в три раза. В этом плане мы проводим разъяснительную работу. Да, потенциал в этом плане большой и в Новоиской области. Многие активно участвуют в процессе полного его раскрытия, становясь примером для других. Распространение их опыта, внедрение самых передовых методов на практике посредством расширения разъяснительных работ среди населения. На это и направлены усилия общественных групп, деятельность которых только расширяется.